Так, ну чё, сейчас в эфир будем выходить, как всегда, на тренировку, и в эфир. Чё это такое? Какая-то от этих штуки. Офигайся. А, щас, щас, щас. Подпишите немножко, друзья мои. Так. Аккуратнее. О, потяжу, не закрывай, чё, да? Вот, опять закрывай. Это просто тень, плавает, да? Ну, ничего страшного. Ладно. Главное, чтобы было видно. Главное, чтобы костюмчик сидел. Так. Ну, чего? Значит, вот такие новости. В субботу в Москве состоится, значит, круглый стол союза ММА. В России прислали положение. Еду я туда, меня пригласили туда. Мои, значит, ученики договорились о том, что там будет, в том числе, среди прочих докладов, и мой доклад, о том, какие положения и какие моменты разбираться будут на мероприятии. Я написал в своем блоге, можете посмотреть на буду-блог.ру, то есть, буду-блог Михаила Шилова можно в Яндексе набрать, и вы сразу попадете туда. Там, значит, написано, какие будут освещаться вопросы. Вопросы, ну, если коротко, об интеграции различных боевых искусств в ММА, развитии, значит, ММА-перспективы в России. Вот, и, значит, спортивные, физиологические и методические аспекты в становлении тренировочного процесса, значит, ММА и тому подобное. Вот я сейчас немножко поясню о том, как я, значит, вижу ситуацию, и о чем, собственно говоря, там пойдет речь, как я полагаю. И что буду докладывать там я. И посмотрим, как оправдаются ли надежды мои на то, что там будет. Об этом я расскажу уже после, после того, как с этого мероприятия приеду. Ну, так вот, собственно говоря, сначала о том, в рамках чего будет мой доклад, то есть, о чем буду докладывать я. Мой доклад будет о профилактике специального спортивного профессионального травматизма в ММА. И, в общем-то, больше всего я рассказывать буду, ну, прежде всего, о травме, ну, от ударных поверхностей. То есть, не о травмах, которые бойцы причиняют друг другу, об этом совершенно иная речь. Любой боевой спорт без этого не может обойтись, да. То есть, когда проводят сушающие, боевые, ударная техника, все понятно. И уже, как показала практика, значит, ММА, что, в общем-то, травматизм, который друг другу, ну, травмы, которые бойцы друг другу причиняют, в принципе, не больше, чем в том же самом боксе. Я уж не говорю про профессиональный бокс, да. Вот. Это отдельная тема. Я говорю про, ну, то, вот, травматизм, то есть, про те травмы, которые бойцы причиняют себе сами. Что во процессе подготовительной и тренировочной работы, что непосредственно на самих соревнованиях. Вот. А возникает это из-за того, что ММА интегрировал в себя методы подготовки, по крайней мере, интегрирует в себя методы подготовки из разного рода боевых искусств, которые проявили свою, ну, вот, эффективность со времен первых боев без правил. То есть, это бокс, борьба, да. То есть, на самом деле, ММА поначалу вообще являлся чем? Являлся профессиональным шоу, в рамках которого по определенным, с правилом этого шоу могли выступать и выступали, так и было, бойцы самых разных, ну, направлений. Поэтому это были, в общем-то, как это называли, бои без правил, там, смешанный стиль, там, и все такое прочее. Вот. И поэтому какие-то методы ведения боя проявили себя как наиболее, значит, эффективные, они были взяты на вооружение. И на настоящий момент уже ММА, в общем-то, по сути, представляет собой самостоятельное направление. Все, что было лучшего, в смысле, то, что работает наиболее хорошо, взяли. И сейчас осталось это только шлифовать и доводить до совершенства. Пройдут, ну, несколько лет, и, значит, ММА станет совершенно своей собственной самодостаточной, самостоятельной боевой системой. Но, если мы хотим, чтобы ММА стало действительно школой и боевым над искусством как таковым, то тут, конечно, мало того, чтобы не была своеобразная такая, как бы, техника, когда люди, которые решили заниматься боевыми над искусствами, выбирают ММА, и им не нужно для начала, там, изучать, предположим, бокс, а потом уже на него накладывать борьбу, там, или что-то еще, чтобы драться по боям без правил, то есть будут преподавать ММА сразу непосредственно, как ММА, то есть сразу же, бокс, борьба, все завязано в единую систему и методическую базу. Так вот, как раз этой методической базы и системы, особенно, вернее, в том числе, в рамках медицинской составляющей не хватает. Под медицинской составляющей, я понимаю, правильную методическую работу и применение специальных практик и методик в подготовке бойцов для того, чтобы снизить сантравматизм. Потому что что мы видим? На самом деле мы видим вот что, что в рамках профессионального, но ТММА, и даже, если можно так назвать его любительского, то есть ТММА, травма кулака, например, у бойца, который бьет, стала просто само собой разумеющимся делом. То есть без этого не обходится вообще никак абсолютно. Это естественно. А на самом деле это никак не естественно. Это не может естественным быть. Травма, она всегда противоестественная, особенно та травма, которую боец себе причиняет сам. А мы смирились уже с этим. То есть вряд ли найдется какой-то разрядник в ММА, который не ломал себе пальцы рук, там кисть не ломал, лучше запястный сустав, не выбивал суставы. Ну, вряд ли. Невозможно, наверное, такого найти. И ребята молодые этим гордятся, считают, что это в принципе нормально, доказательство того, что это все классно. Как часто кичатся там ушами сломанными борцы, так сломанными руками кичатся борцы от ММА. Не понимая того, что на самом деле это не есть гуд, и со временем руки могут потерять и функциональность, и подвижность свою. Эти травмы сказываться будут с каждым годом все больше и больше. Может быть, произойти частичные потери функции пальцев, ловкости, подвижности. В общем, ничего хорошего в этом нет. И все это на самом деле очень легко не профилактировать. Проблема-то возникла из-за того, что при подготовке, как я сказал, используются методики наиболее эффективно зарекомендовавших себя боевых систем. А эти методики подразумевают тейпирование кулака, ну, вот бокс, например, тот же самый, да, значит, бинтование, перчатки и так далее. А бойцы внутрь ММА ведут на самом деле бой практически голыми руками, в отличие от боксера, у которого рука зафиксирована, ну, так за скелетом, и еще сверху покрыта довольно толстой перчаткой. То есть мы не противника защищаем, да, по сути, когда перчатку надеваем. Защищаем собственную руку. Вот так это получается. Такие перчатки, которые, в общем-то, надевают бойцы, ну, вот так лучше, в ММА. Это перчатки, которые не противника защищают, а защищают руку бьющего от сечек различных, ссадин, и, ну, то есть с каких-то поверхностных повреждений. Но защитить руку от серьезных повреждений, от переломов, там, при промахивании или попадании в лоб, в локоть, в пол при добивании, они не могут никак. Вот. Для этого нужно иметь, так сказать, оружие настоящее. То есть кулак должен стать оружием. Пусть крепче булатной стали станет твоя рука, чтобы зая враги наступовали на мощь стального клинка, как говорилось в трактате по внутреннему АВТ, да, вот, в древнем. Так, продолжение, да, просто прервали меня, вот. Продолжаем наш эфир. Так, на чем я там остановился? На том, что реальная, любая боевая система, то есть искусство боевое, а микс маршал-арт, там я прям, там, правда, прямо явно слышится. Маршал-арт, да, то есть боевое искусство. Не может быть без оружия. Иначе оно превращается не в искусство боевое, а в спорт, в шоу, там, не знаю, во что-нибудь еще, в театр кабуки, в какую-нибудь ерунду. Но уже боевым искусством это не будет являться как таковым. Вот, боевое искусство, там оружие должно быть. Так вот, для боевых систем, которые не используют реальные виды холодного или прикладного какого-нибудь малого там оружия, или внутреннестрельного даже, да, вот, для них характерно то, что там оружием должны являться непосредственно сами части тела, то есть руки, ноги. Так вот, бойцы ММА дерутся голыми ногами и практически голыми руками. Поэтому, конечно, если они во время поединка встречают в виде мишени вот объект, гораздо более прочный, чем тот, с которым они сталкивались при подготовке к соревнованиям, то есть во время тренировочного процесса, а именно мешок, подушка у них, да, какие там, вот такие тренажеры, лапы, вот, то, конечно, при попадании в более жесткие какие-то вещи, такие как колено, локоть, лоб противника, в пол, как я уже говорил, да, при промахе, при добивании, руки они все ломают просто на раз, потому что колотушка поставлена хорошая, то есть удар хороший есть, а жесткой трансмиссии, каркаса и над оружием самого как такового нет. Ну вот и все, и отсюда возникает огромное количество проблем. Поэтому есть два вопроса серьезных. Первый вопрос – это профилактика такого травматизма, которая связана с определенного рода подготовкой и тренировочным процессом, направленных на укрепление ударных поверхностей и ударного звена как такового. Это первая составляющая, которая очень важна. Вторая составляющая – это реабилитация после уже травм, которые есть. И третья составляющая – это профилактика рецидивов вот такого спортивного травматизма. То есть когда уже травмы были, они залечены, но чтобы больше не получить их. Вот это вот целая комплексная методология. И достигается это, собственно говоря, большим комплексным методом. На укрепление рук прежде всего. Я буду там о руках больше рассказывать. И делается это с помощью двух направлений. Первое – это на укрепление кулака извне. То, что очень сильно пересекается с ортодоксальными методами набивки и закалки конечностей. То есть это прежде всего работа на специальных снарядах и прежде всего на макеваре. А вторая часть – это укрепление кулака изнутри. То есть когда мы укрепляем связочно-суставной нотаппарат с помощью специальных упражнений. Для пальцев, для кисти рук, для запястья, пясти и так далее. Вот, собственно говоря, вот эти две концепции. И что касается второй, вот именно укрепления кулака изнутри, тут вообще непочатый край для любых боевых систем. В принципе, не видел, чтобы кто-то этим вопросом занимался вообще серьезно, кроме меня. У меня как раз по этой теме вышло в свое время два видеокурса. Это «Железный кулак» и «Стальные руки». Первая часть, как раз, которая – пальцы, запястья, пясти. Вот, никто больше этим вопросом серьезно не занимался. Я, по крайней мере, нигде литературу по этому поводу не находил. А вот первая часть – работа по снарядам – хорошо проработана и разработана в ортодоксальной методике подготовки. Ну, предположим, в том же самом нотокинавском карате и в разных направлениях карате. Но есть нюансы. Те методы, которые ведут к высоким достижениям там, они требуют десятилетий подготовки и приводят в итоге, может, к формированию, скажем так, оружия крепкого, но ужасающего вида. То есть и функциональности, как рук, то есть руки, руки, как руки, то есть как именно кисти, подвижные пальцы, там вот убиваются полностью. То есть хорошо, в кавычках, подготовленные руки в рамках нотокинавской подготовки, ну, набивки, они превращаются либо в копыта, либо в конечности капитана крюка, то есть которыми даже с шнурки завязать путно уже не получится. А завести часы там с головкой мелкой или сыграть на гитаре, это в принципе невероятное становится, потому что руки становятся крюки реально, прям больше никак это не назвать. Это я про функциональность, а про внешний вид я вообще ничего не говорю. Там руки выглядят как будто, как у человека с непрозорья. Вот, так что это на самом деле не очень хорошо. Кто готов этим, ну, пойти на это, пожертвовать, да, своим внешним видом рук, функциональностью, все, каждый выбирает свой собственный путь. Если это цель всей жизни, там, это, только это важно, тогда на это можно пойти. Если же у вас еще есть в жизни другие моменты, где это мешать будет, наверное, стоит рассмотреть другие методы. Так вот, эти другие методы существуют. Все начинается с того, что нужен соответствующий профессиональный снаряд, то есть макевары лишь надупругого типа, то есть камни, стены, жесткие какие-то неподвижные, там, это макевары, столбы для этой цели не годятся. То есть макевары только надупругого типа, по типу самодепружинящей доски, это раз. Во-вторых, она должна быть, конечно, иметь определенные правильные настройки, но если мы еще и хотим, чтобы на ней можно было много всего работать, она должна еще, ее конструкция должна подразумевать возможность такой работы. вот, что-то я в серьезную пробку-то попал. Возможность такой работы подразумевать. Ну так вот, дальше, и нужна специальная методология. В итоге все это разработано, на самом деле, и снаряд, и методология, и это позволяет достигать высоких результатов, значимых, очень существенных. А нас интересуют прежде всего именно результаты, направленные на профилактику спортивного травматизма, прежде всего, и уже только потом на то, чтобы там ломать камни-кирпичи. И хотя это все сопряжено между собой однозначно совершенно. Вот. За весьма надобозримые сроки. То есть не нужно уже тратить десятилетие для того, чтобы добиться подобных результатов. Вполне можно за пару-тройку лет выдающихся добиться результатов, а за такой период, как год, просто достичь хороших результатов. Вот так вот. То есть это вполне реально, потому что современные знания в рамках спортивной физиологии, биомеханики и спортивной медицины позволяют этого всего достичь. Ортодоксальные методы были разработаны тогда, когда этого всего не существовало. То есть знания в области регенерации, восстановления, компенсации, суперкомпенсации, механизмов роста кости, восстановления хрящевой и связочной ткани, они не были разработаны, собственно говоря. Все делалось эмпирически и достигая одного результата, большого успеха в одном, мы очень сильно часто теряли в другом. Вот это все. То есть, а теперь можно ничего не терять. Можно, чтобы все везде было хорошо. Вот об этом, собственно говоря, будет мой доклад. А методы восстановления, они очень похожи на методы профилактики. По сути, только там разница в продолжительности воздействия, в силе воздействия и так далее. То есть упражнения, направленные на укрепление мышц стабилизаторов, связок стабилизаторов, которые между собой фиксируют запястные и пястные кости и когда сжимаются кулаки, укрепляют их между собой, снижая демпфирование и уменьшая рыхлость кулака. А это целая большая методология, которая может применяться и, соответственно, будет очень сильно помогать профилактировать аутотравматизм. А аутотравматизм, вот он вообще постоянно... Даже совсем недавно в Иваново проходили соревнования, остальные схватки. Много классных было боев, вообще шикарных. И один из чемпионских боев там был, да, хороший такой бой, дрался. Айк Сказарян, вот, с парнем из Узбекистана, был хороший бой. Айк, кстати, получил звание мастера спорта России. Вот. И в этом бою сломался руку. Вот типичная картина, пожалуйста. При добивании добивал противника сверху, весь бой доминировал, не дал противнику шанса вообще никакого. А в итоге кончилось тем, что он все руку сломал. Вот. Ну, все. Ну, все, доволен, что победил, и все. Понимаете, если так вот на каждом бою ломать руку, то, собственно говоря, ничего хорошего в этом нет, да? Каждый бой ломать руку. Ну, и, конечно, не каждый бой, каждый боец ломает руку, но то, что травму получает из-за недостаточности, крепости своих ударных поверхностей, это сплошь и рядом. Вспомните, сколько вы видели боев, боев, эти вообще картинки разошлись огромным тиражом через интернет, на ютубе, да? По поводу боев в ММА. Нифига себе, что это такое? Машины-то не в ту сторону стоят. По поводу боев в ММА. Прошу прощения, сами понимаете, подкасты за рулем. Отвлекаюсь на разного рода события. Когда от удара в колено, там, ну, типа голенью пробивал, там, боец лоу-кик, и ломает свою собственную голень. На чем говорит? То есть силы удара достаточно для того, чтобы сломать большеберцовую кость. Или даже обе. И малоберцовую, и большеберцовую. Вот такая сила удара. Вопрос только в том, чья кость ломается. То есть, в принципе, силы достаточно, чтобы эту кость поломать. Только ломается кость почему-то у того, кто бьет, а не у того, кого бьют. Ну, а проблема в том, что кости недостаточно крепкие. Дело в том, что одно дело, ну, то креплять через кому-то ударные поверхности. Это, ну, то дно. Есть поверхность ударная. А есть, значит, укрепление ударного звена и ударной конструкции. Так вот, может быть, кость сама, сама поверхность-то набита. Человек не ощущает уже боли, там, да. То есть, может, чуть ли не по жесткому, там, мешку лупашить, там, всю тренировку голенью, там, лоу-кик отрабатывать. Но когда речь заходит о том, чтобы ударить по твердой какой-то конструкции, вот, пожалуйста, не выдерживают. Ребят, кто присоединился только что к эфиру, обязательно потом пересмотрите. Там у меня прерывание, значит, эфира было. Поэтому буквально несколькими секундами раньше, до начала этой записи. Там еще кусок записи есть. Чтобы это все слилось в одно целое. А я, по сути, по логике вещей, свой эфир-то уже и заканчиваю. Обязательно посмотрите его с самого начала. Я потом постараюсь его еще и выложить на ютубе в том числе. Вот, наверное, сошью эти два видео, и тогда получится все целиком. Так что вот, учитывая тот факт, что НОД ММА становится собственным, то есть абсолютно самостоятельным направлением, самостоятельным боевым искусством и самостоятельным видом спорта, и вся методическая база тоже должна быть абсолютно самостоятельной. Вся методическая база тоже должна быть абсолютно самостоятельной. То есть только тогда возможны результаты. Только так. И чтобы потом не говорили, что ММА там является только, я говорю, шоу, объединяющее в себе разного рода направления боевых искусств. Где, в общем, кто, где все лупашат, кто во что гораст. Это станет действительно, нет, в рамках шоу это так и останется. То есть, если люди там захотят попытать самих счастье из других направлений, да ради бога, кто же им это помешает. Вот. Но вопрос в том, что наиболее лучшее и рациональное то, что работает, интегрируется в единую систему и попорядочится. И тогда ММА станет действительно таким направлением, которым сможет заниматься абсолютно любой человек. То есть не тот, который добился успеха, а в каком-то направлении, в боксе, например. А потом приходит туда, там огребает хорошо на соревновании люлей, какого-нибудь борца. И потом думает о том, что надо бы пойти побороться. Нет, ММА сразу станет таким направлением, куда может прийти молодой человек, который ничем никогда не занимался. Он сразу будет начинать заниматься ММА. ММА перестанет быть абсолютно профессиональной боевой системой. Она станет распространенным, предположим, как боевое самбо или кудо. Куда это можно привести ребенка, сам заниматься, куда может прийти человек в возрасте, который никогда ничем не занимался и начнет заниматься. Вот. Но для того, чтобы это было, нужна методология, нужна система. То есть должна унификация. Унификация. То есть должны быть тренера для этого направления, да, то есть этого вида. Должны быть обязательно все методические какие-то наработки, системы тренинга, системы профилактики, травматизма, про которые говорил я. То есть все это должно быть. Своя методическая база. Я рад, что сейчас Союз ММА позадачился данной проблематикой, вопросом этим. Это очень важно, если действительно мы хотим получить из ММА, во-первых, реальную боевую систему, а то, что она реально работает, не сможет отрицать ни один адепт любого другого направления боевых искусств, просто не посмеет. Если хочет посметь, пожалуйста, как говорится, в общем-то, милости просим в кой, да, то есть в клетку, и там, пожалуйста, доказывайте эффективность собственных методик. И собственных боевых систем, то есть не думаю, что кто-нибудь будет из адептов традиционного карате, из адептов других направлений натоспаривать то, что в ММА собираются, то есть что это нереальная система, что это нефункциональная. Лучшая система, если натоценивать по реалистичности, то есть реальней только жизнь, все.